В понедельник завершились соревнования по летнему президентскому многоборью в закрытых помещениях. В Петропавловске такие соревнования проходят уже во второй раз. Кубок Республики Казахстан объединил почти 100 сильнейших спортсменов возрастной категории от 12 до 70 лет из 8 регионов страны. Сегодня был заключительный вид кроссового носовости, после этого мы подводим итоги, сейчас будет награждение спортсменов. Этот вид является военно-прикладным, потому что он из бывшего ГТО, раньше было такое ГТО в трудовой обороне, сейчас у нас имеются президентские тесты в Республике Казахстан и вот такой вид президентское многоборье. Хочу поблагодарить за предоставленное нам спортивное сооружение управления физической культурой и спорта города Петропавловска, Североказахстанской области. Очень нам помогли, провели все без проблем, всем понравилось. Люди постоянно, кто к нам приехал, хотят к нам приезжать постоянно на соревнования. Очень нравится им в городе Петропавловске. После подсчета очков статистика соревнований по регионам показывает, что в тройке лидеров Костанайская, Североказахстанская и Мангустаусская области. Первое, второе и третье места соответственно. Спортсменка из Костаная Куляш Тулебаева в спорте уже около 40 лет. Из них 20 лет занимается многоборьем, является мастером спорта по лыжным гонкам. Я выступаю в возрастную категорию 60 лет и старше, поэтому мой стаж уже большой. Можно сказать, что уже не первый раз на Кубке Казахстана в Петропавловске проходят эти соревнования. Были зимние, были летние, уже второй раз в Петропавловске. Соревнования проходят на высшем уровне, на стадионе Винокурова. Сама атмосфера отличная просто. Здесь никаких трудностей не было по отношению к тому, что где-то там пробежаться, размяться. Все было здесь на арене, все было очень хорошо. Сделали очень прекрасные условия. Очередной турнир будет проходить в Усть-Каменогорске в марте следующего года. А уже по традиции Кубок Казахстана состоится в Петропавловске в ноябре 2025-го. Дмитрий Тимофеевшин, Ясаманов, МТРК. Дмитрий Тимофеевшин, Ясаманов.